Всем привет, меня зовут Алексей Красиков, я основатель и руководитель школы эмоционального интеллекта и психотерапии. Сегодня я буду отвечать на вопросы моих подписчиков и говорить мы сегодня будем о вегетососудистой дистонии, о диагнозе из трёх букв, который стоит в карточке каждого второго россиянина. Смотрите, не переключайтесь, и вы узнаете всё, что вам необходимо. Что такое диагноз ВСД? Прекрасный вопрос. Этот диагноз ставили психоневрологи, неврологи, терапевты, кардиологи, все, кому не попадя в Советском Союзе и в Новой России. Сегодня в классификации это F45.3 в МКБ-10, дисфункция самтофорной вегетативной нервной системы. Если говорить для обывателей коротко, это состояние человека, при котором он чувствует себя хреново, например, может быть тахикардия, диарея, ощущение напряжения, плохой сон, аппетит, плохое самочувствие. То есть человек жалуется на реальные какие-то странные ощущения в области тела. Но при этом, проходя добросовестное обследование у врачей, врачи говорят, по нашему профилю всё окей. Поэтому этот синдром ставится тогда, когда у человека есть жалобы, а болезни нет. Но более правильно назвать это не дисфункция вегетативной нервной системы, а функциональное нарушение невротического генеза. То есть есть функциональный сбой в работе, но не в самом органе, а в его функции, но при этом сам по себе орган здоров. И это генез, это происхождение невротического генеза. И переводим на русский язык. У вас есть функциональное расстройство из-за переутомления или сильного нервно-психического напряжения. Вот что такое ВСД. Как надо лечить ВСД? О, тут слушаю, тут очень много мифов. От пиявок до закапывания курицы на Юго-Востоке. Ну, в реальности, да, то, что я говорил. Если это функциональное нарушение, связанное с эмоциональной сферой, то прежде всего, что надо запомнить, вегет сосудистой, так называемой дистонии, это равно эмоциональное состояние человека. И вся терапия направлена на восстановление ресурса человека. Тут можно разделить на несколько этапов. Это восстановление тревожного состояния, и тут можно по-разному подходить к этому, да. Это восстановление образа жизни, это восстановление сна, это восстановление питания, это восстановление режима, это восстановление баланса регуляции высшей нервной деятельности симпатического парасимпатического отдела, это баланс нейромедиаторов, это эмоциональная тренировка по развитию эмоционального интеллекта, это проработка каких-то конкретных психических реакций, которые вызвали это напряжение. То есть там целый такой комплекс мер, которым как раз-таки наши выпускники умеют заниматься. А психологи не умеют. Какие мифы о ВСД? Знаешь, самый главный миф – это то, что это болезнь призрак, и это не лечится. Потому что огромное количество теорий о том, что симптомы блуждают из отдела в отдел, и их нельзя вылечить, это пожизненное заболевание. Правда заключается в том, что вегетососудистая дисфункция – это физиологическое проявление хренового, тревожного или требовательного характера. Назовём это так. И невозможно устранить вегетативную дисфункцию, не поменяв своё эмоциональное состояние. Это первое. Второе. Вегетативная нервная система, её симпатические, метасимпатические, парасимпатические отделы регулируют все органы системы, начиная с кожи, заканчивая гастроэнтерологией, кардиологией и так далее и тому подобное. И вот эта дисфункция, она может быть очень разнообразная. Кожные высыпания, сосудистые реакции, реакции ритма сердца, реакции перистальтики кишечника, болевые синдромы, неврологические синдромы, глазные синдрома, мошки, шаткость, вялость, разбитость, походки. Огромное количество. Не потому что это болезнь мигрирующая, а потому что сама по себе эмоциональная дисфункция, так называемое истощение, то есть симптомы истощения, они очень разнообразны. Но люди этого не понимают. Они думали, что это болезнь БСД. На самом деле это симптомы истощения. И они очень разные. И лечить надо именно истощение. Какой ещё миф, что это не лечится. Абсолютно это не так. Просто лечить надо правильно. Если подходить к тому, что БСД – это болезнь, от которой есть лекарства, то тогда это точно не лечится. Потому что вопрос, есть ли лекарства от херового характера. Ну херового в смысле тревожного или требовательного, или очень сильно не могущего самостоятельно решать проблемы. Ну об этом можно отдельно говорить. Поэтому лечиться, просто лечить надо тревожно-мнительный характер. Лечить надо в кавычках, лечить. Менять надо именно эмоциональное состояние. Тогда всё налаживается. И во-вторых, всё налаживается. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...